Здравствуйте, меня зовут Путятина Татьяна, только что закончился Тавале-фестиваль. И я почувствовала очень сильную разницу между людьми, которые просто отдыхающие люди, с которыми вы обычно имеете дело на море, когда приезжаете со своей семьёй, и фестивальными людьми, людьми Тавале-фестиваля. Обычные люди вообще ходят с совершенно такими злобными выражениями лиц. Так что люди делают друг за другом, тырят колбасу, туалетную бумажку, тырят эссортира, дерутся за место под навесом на пляже, такие все за свою территорию. Детки перепуханные ходят за маму, за папу, держатся так вот с круглыми глазами. Периодически ко мне влазили в окно, здесь пока фестиваля не было. Я даже не скажу, что делали под ёлкой под моим домом, я боялась, что у меня ребёнок проснётся. Бухали там пиво, курили там между фестивалями. Когда приехали свои люди, то есть люди, которые сейчас составили фестиваль, всё, конечно, изменилось, потому что они интеллектуально более развиты, и ко мне просто не ездят люди, которым нужно для того, чтобы отдохнуть, побухать и, извините, обрыгаться на пляже. Это люди, которые интересуются психологией, эзотерикой, философией, интересуются разными формами искусства, любят там поразвиваться, что-то там сделать интересное, ту картину из ниточек светящихся. То узнать какие-то практики, гипноз, расстановки, работа с игрушками, маппет, терапия, ещё такая интересная практика. Это как новейшие формы проявления психологов, то есть самые новые какие-то изобретения, практики, которые только-только появились, здесь можно встретить. Так и самые обычные техники по улаживанию отношений, по развитию бизнеса, по ведению переговоров, все важные темы люди поднимали, обсуждали здесь. То есть на мероприятии было, на того ли фестиваля обычно участвуют около от 80 до 400 мастеров из разных городов, в России, Украине, из Индии люди приезжают на там фестивали, был тренер из Турции, индус был, молдаванин был, из Израиля человек приезжал, тоже очень хороший тренер. Были фестивали, на которых до 15 стран участвовало, вот это ещё до войны, до 13-го года. Атмосфера потрясающая, дружелюбная, такая поддерживающая, тёплая, мягкая, люди не курят, не пьют, ну, может, кто-то и курит, но сильно прячется от меня. Вот, очень доброжелательные люди. Из холодильника никто колбасу не тырил. Вот, а фестиваль мне понравился, и я почувствовала жёсткую разницу между обычной формой и отдыхом, приехать с семьей на море и постоянно выяснять, где твоя территория, и такой формой, когда вы и отдыхаете, и развиваетесь. Это совершенно разные вещи. Я не представляю теперь жизнь без этого фестиваля на море. И когда приехали, вот у меня было два фестиваля, в июне и в июле, и между фестивалями я так скучала за людьми, за этой остановкой атмосферы. Я, да, знала, и да, люди говорили, что это особое состояние, когда человек приезжает на фестиваль, и это особая такая творческая лаборатория, такой интеллектуальный сейшн, и люди дружелюбны. Но я настолько сильно это почувствовала на этих фестивалях, и на особенное время между фестивалями, вы себе не представляете. Вот. Это праздник. Это волей фестиваль, это праздник. Это праздник уютный, тихий, душевный, там, где вас примут, там, где вас будут любить, дадут поддержку, где вы можете приехать и почувствовать себя человеком. Вы становитесь сильнее, вы получаете мощную волну роста, вдохновения, находите интересных друзей, общаетесь с приятными людьми, пьете чай в чайных, сидите во костра, устраиваете сейшн музыкальные. В мафию детки очень любили играть, собрались там, в начале группы воды играли в мафию. Потом мы также собирались, ходили здесь на озера соленые, на горячий источник, на грязь ходили. Люди, конечно, феерично восприняли эту грязевую лужу, там, забрызгивали с грязью, измазывали там. А меня на мой день рождения, участники, взяли, короче, обмазали краской и отнесли в море, бросили. Ну, у нас был праздник холи, мы все обмазались краской, было такое бешеное действие, почти карнавальное, то есть все люди бегали разноцветные. Ну, а потом в отместку, запереженный опыт, значит, меня бросили в море. Вот, несколько, вот, такое было для меня тоже опыт новый. База нас встретила очень душевно, очень приятно. Здесь такие спартанские условия. Ну, я, честно говоря, не очень люблю иметь дело с гламуром, потому что люди, которые приезжают на отдых ради гламура, они очень себя по-другому ведут. Им нужно, чтобы сортир был розового цвета, чтобы холодильник был в комнате и так далее. А люди, которые приезжают ради фестиваля, на самом деле обычные условия. То есть комната, там, чистая, туалет, душ на территории, все хорошо. Проживание здесь стоило 50, 60, 70 гривен. То есть самое важное – это фестиваль. Те, кто хотел жить с розовым сортиром возле кровати, они жили вот за забором. Там есть отличная база, там номера с удобствами и с питанием. Тоже смогли удовлетворить свои потребности и пожить с розовым унитазом, и, значит, ходить на фестиваль. По вечерам было фаер-шоу, очень душевно. Я развесила гамачки по территории, сено положила, значит, возле сцены. И у меня была сенотерапия. Я объявила линейку и на сено, значит, на сене. Отлично, значит, становятся чакры все на свои места, распространяется позвоночник. Мне очень понравился этот фестиваль. Очень приятные, душевные, уютные, уютные люди. Отличная ласковая моречка, ровненькая, штиль. Вот, еще такое, знаете, село и название у него Счастливцево. Если вы посмотрите на карту, то там в форме знака ОМ. Совсем просто такое совпадение. И база называется Рассвет. Вот. Приезжайте со мной на море в следующем году, приезжайте в Харьков. В Харькове такой более глубокий такой фестиваль с погружением, какие-то практики, символ драмы, гешталь, психодрамы, в НЛП, расстановки. Здесь тоже все эти практики были. Было очень много хендмейдеров, фарщиков, барабанщиков. Люди тусили по вечерам, смотрели на все эти действия. Иногда были спонтанные концерты, удивительные. Музыканты, только познакомившие на фестивале, делали концерт на сцене. Людям это нравится, это как творческая лаборатория такая получилась. То есть и в Харькове интересно по-своему, тепло и душевно. И здесь тоже, здесь и отдых, и развитие. Поехали со мной на море в следующем году. У меня тоже будет фестиваль, на мой день рождения. 21 июля, там плюс-минус неделя. Мы будем, я думаю, что на Рабацкой стрелке здесь же, потому что здесь и горячие источники есть полезные, и соленые озера, и грязи, и очень теплое моречко. Более теплое даже, чем в Таиланде. Я это очень люблю. Оно безопасное. Люди хорошие. Чистейшая вода. То есть нет никаких предприятий рядом, свежий воздух, душевная атмосфера. Вы отдохнете и получите заряд, такое вдохновение, которое вас будет держать еще очень долго. И друзей будет много интересных из разных городов. Приезжайте.